здравствуйте уважаемые господа меня зовут андрей дуйко я рад вас всех приветствовать на бесплатном вебинаре посвященному эзотерике сейчас я нахожусь в городе киеве своей квартире рядом с теплым камином который сейчас горит вам просто этого не видно и давайте сегодня посвятим наверное наш вебинар тому празднику который сегодня празднует иудейский народ который называется писах вы наверное знаете что это такое согласно иудейскому писах это это пасха согласно иудейскому преданию основа еврейского народа стал рот иакова насчитывающий не более 70 человек поначалу его приняли в египте радушно но в дальнейшем цену число израильтян быстро росло к ним начали приниматься жесткие меры евреев практически превратили в рабов обложив тяжелой трудовой повинностью а новорожденных мальчиков евреев убивали спасти евреев от расства было суждено моисею он сбежал смерти младенчестве по стечению обстоятельств получил воспитание при дворе египетского фараона уже стал взрослым он увидел притеснение своих соплеменников и по воле бога организовал исход израильских колен из египта моисей получил от бога 10 заповедей стал основоположником иудаизма в израиле иудеи отмечают писах 7 дней за его пределами 8 дней первый праздник начинается как раз сегодня начинается трапеза который называется cdr вместе читают историю исходы евреев из египта первый день после садыра является первым праздником который нежелательно заниматься какой-либо работой то есть завтра и следующие пять дней являются полу праздничными работа в них частично разрешено на песах у дем полагается есть пресные лепешки которые называются у них масса и и определенным образом употребляют чему я это все решил сегодня вам рассказать я часто думаю почему у тех людей которые живут на постсоветском пространстве тяжелая жизнь из них пытаются сделать рабов из этих людей пытаются что-то выковать вы представляете наверно в каждом каждой стране наверно есть период такой когда из людей пытаются что-то выковать наверно в ковке образовывается наверно в золото образовывается прекрасное изделие поэтому скорее всего трудности которые есть на сегодняшний день у наших народов среди которых мы проживаем они должны наверно выковать в человеке наверно красоту души наверно терпимость милосердия наверно какие-то определенные качества как это было в свое время иудеев особенности удейского народа заключается в том что иудейский народ очень целеустремленный целеустремленный народ он смог освободиться от рабства смог создать создать свою страну такая особенность из иудейского народа у них главной особенностью является почитание книги эта книга называется тора и старый млад самого детства старается ее прочесть эту книгу и самого детства эти люди начинают читать с этим абсолютно согласен я даже когда-то говорил о своей гипотезе что если мужчина до 30 лет прочитал большое количество литературы то в дальнейшем он будет обязательно богатым человеком именно поэтому я заставляю своего сына славу постоянно читать книги причем я стараюсь делать это вслух всевозможные художественные простые могу сказать что от этого ребенок начал лучше разговаривать у него формируется лучше мысль появляется аналогичное мышление я рад вас всех приветствовать давайте начнем я жду ваших вопросов и готов сегодня на ваши вопросы ответить тем самым человек становится умнее у него появляется стойкость там кто-то задавал вопрос андрей древич нужно ли мне открывать что-то вчера буквально я разговаривал с одной женщиной она говорит у меня есть одна особенность и всегда все додавливаю это вожу до конца очень часто человек начинает о чем-то думать после этого начинает что-то предпринимать и на пятый шестой день у него исчезает желание этим заниматься дальше вот такие люди это люди которые не додавливают то что они хотят сделать у меня есть уникальное качество это уникальное качество заключается в том что я если что-то задумал обязательно стараюсь всеми путями задуманное реализовать таким образом практически всегда меня ждет успех и практически всегда предпринимательство мое успешное правильное или неправильно тем не менее как показала моя жизнь я могу сказать что одна из особенностей моего безбедного существования заключается в том что я всегда был решительным человеком и додавливал каждое свое мероприятие до самого завершения добрый день спрашивает элеонора корецкая подскажите как эзотерически повлиять на любимого чтобы он раскрылся и стал проявлять инициативу в любви активнее чтобы не было игры в одни ворота и наполнение только его стакана он часто холодный зажат проявлениях ласки ограничивается себя в еде сексе как раскрепостить его хотя бы со мной для того чтобы мужчина стал энергетически вернее для того чтобы мужчина стал на более ярко себя проявлять необходимо включить его жизни потенциал каким образом это эзотерически проявляется у нас есть специя она называется свой специя соли является специя которая увеличивает мужской потенциал обязательно необходимо взять соль и делать так чтобы это соль и находилась все время где-то в постели у вас если у вас где-то сделайте маленькие подушечки обложите положить эти маленькие подушечки у изголовья а также у подножия вашего ложа и в дальнейшем насыпьте вазу с солью купите лампу чтобы у вас соль стояла такая соль является энергетически увеличивающий потенциал мужчины также мужчине необходимо быть где-то агрессивным вы должны знать что у мужчины тестостерон выделяется когда он проявляет агрессию нервные состояния у женщины эстрадиолы прогестероны когда она спокойно умиротворенно спит отдыхает таким образом если женщина надорванная или подорванная или нервная и очень истеричная у нее перестает выделяться эстрадиолы прогестерон недосыпающая а у мужчины в случае если он живет спокойной жизнью все время спит старается как можно ну равнее быть добрее и вот тестостерон перестает выделяться особенность тестостерона заключается в его импульсах а импульсы могут выделяться только в случае если есть яркие физические тренировки а также есть очень яркая агрессия но не прикрытая мужчины которых воспитывают бабушка очень часто становятся добрыми милыми такими котятами которые живут потом своей жизни находя все возможности для того чтобы их кто-то гладил проявлял к ним доброту и заботу и дальнейшем такие мужчины становятся вялыми не активными непредприимчивыми замкнутыми и так далее каким образом женщина берет на себя ответственность за это каким образом женщина должна проявлять мягкость для того чтобы мужчину это наверное замечали мужчина может раздражаться для чего ему это необходимо для того чтобы вырабатывался тестостерон нервничать для чего для того чтобы у него вырабатывался тестостерон а женщина сожалению когда начинает нервничать и начинает истерить умеет тестостерон не вырабатывается поэтому в случае если вашей семье мужчина не проявляет импульсивности идет себя очень спокойно его необходимо хоть чем-то раскачивать и занимается спортом у меня на окнах магазинов висели зеркала по совету одной женщине для отражения негативная энергия два дня назад я их сняла и покупатели пропали все это совпадение или как и еще я все это засыпаю под символом к россии подскажите пожалуйста почему случае если человек думает о чем-либо то его мысли очень часто мешают ему реализоваться по принципу его желание допустим человек думает как когда деньги как отдать долги как я могу заработать после этого садится под символ сяуся начинает на него смотреть в этот момент его сознание мешает реализоваться большому количеству материального благополучия и после этого у него происходит засыпание для того чтобы реализация это начинало происходить когда человек спит а дает энергию подачу вот тут стоит он ее принимает скажите если эзотерические метод для здоровья сердца повышается давление с уважением ваш ученик школы для того чтобы давление не повышалось вам необходимо на запястье правой руки намотать красную ниточку также очень рекомендую периодически накладывать прикладывать животу холодную бутылку центру живота очень помогает метод очень помогает метод когда человек каждый день на ночь перед тем как ложиться спать произносит себя как бы удивляясь говорит а у меня вообще перестала подниматься давление а я вообще перестал болеть после этого если так делать ежедневно вы столкнетесь с тем что вас давление исчезнет и больше подниматься не будет необходимо это произнести лишь один раз перед самым засыпать они помогите мне избавиться от целлюлита уже 20 лет я борюсь с этим но безрезультатно занимаясь спортом не тостая правильно питаюсь нет привычек вы говорили про метод с улитками есть много вопросов нужны живые нет нужно у мертвые сколько их брать полную коробку можно пропанов что делать с использованными сколько дней это делать я не могу вам сейчас расскажите пожалуйста у нашей семьи подвешенном положении проживает москве свекров тянет в измаил моя мама в тюменскую область я по вашему мнению будет лучше проживать нам супругам и сына в россии или в украине вам лучше будет проживать в тюменской области я прошла великолепные четыре обновленные ступени с вами она волшебная работает молниеносно но третья ступень отрабатывал совсем недолго и с перерывами скажите нужно ли доработать третью ступень нужно скажите пожалуйста если можете когда у меня наладится финансовое положение то все работают работают все равно трудности сплошные заранее благодарю за ответ человеку приходит что-либо в жизнь его только в том случае если у него есть внутри состояние доброты и у человека реализовывается что-то только в том случае если он внешне проявляет небольшую хотя бы агрессию но без угнетения и оскорбления других людей таким образом него происходит реализация в случае если у вас недостаточно внутренней доброты то тогда вы будете мало зарабатывать или даже не будете зарабатывать случае если человек в середине добрый то тогда ему дарят подарки ему приходит материальное благополучие но только в том случае если и это будет там в одном определенном количестве то есть вы как зарабатывали одну тысячу долларов в месяц так и будете зарабатывать если начинаете злиться начнет начнете зарабатывать меньше а вот случае если вы начинаете проявлять импульсивность потенцию если вы начинаете проявлять где-то но может быть даже агрессию небольшую может быть даже где-то настойчивость вы тем самым производите свою реализацию если реализацию человек увеличивается Увеличивается планка его дохода. Таким образом, если вы добрый, хороший человек и не воспитываете своих продавцов, никаким образом не давите на свой бизнес, то, скорее всего, вы будете постоянно получать одну и ту же планку тех денег, которые вы зарабатываете. Ну вот где-то так. Хочу открыть свое дело, какое еще не определилось. Для этого читаю метапки, но все равно нужен стартовый капитал. Для этого серьезно занялась форексом, обучением. Пока не получается. Подскажите, получится или нет. К сожалению, не получится. Купила 11 СНГ. Как часто и долго нужно выполнять? Очень хочется наладить бизнес. Ученица третьей ступени. Выполняйте каждый день на протяжении 3-4 месяцев, пока ваш бизнес не раскрутится. Прохожу первую обновленную ступень. Есть такой вопрос. Как часто в день запечатывать и очищать пространство? Одного раза в день достаточно, а вот очищение продуктов необходимо делать на протяжении года как можно чаще. Подскажите, как избавиться от душевной боли, если любимый в скором времени женится на другой? Время, расстояние, а также отвлечение может помочь человеку избавиться от душевной боли. Других методов, особенно эзотерических, не существует. Андрей Андреевич, но мы очень хотим всей семьей к вам на подборный курс. Но вот как для этого лучше поступить? Друзья мои, я ничего не понимаю. После приобретения шума для того, чтобы найти работу. Я устроился на работу, но она мне не очень нравится. Не очень нравится. Начальник оказался злым, как собака. Можно ли продолжать слушать шум, чтобы найти работу? Лучше ли остаться на этой работе? Да, вы можете слушать шум дальше и искать другую работу. Ребенок учится в седьмом классе, но вся наша учеба, борьба на протяжении всего периода учебы. Память очень хорошая, но учиться вообще не хочет. Говорит, мне это не нужно. Имеет большие успехи в вокале, но очень плохо контактирует с людьми. Как помочь? Хочу настойчиво вам сказать, что просматривая вашего ребенка, могу сказать, что он никогда не будет певцом. И не стоит настаивать на то, чтобы он певцом становился. У этого ребенка действительно очень хорошо работает сознание. Не стоит даже мучить его по отношению к той деятельности, к которой вы его приобщаете. Как закончит школу, так и закончит. В дальнейшем будет успешным. Я это вижу. Хорошо было бы ему заниматься тем, что связано с приготовлением пищи. Это технолог производства продуктов питания. Дальше хорошо бы получалось, если бы он стал журналистом, писателем, вот чем-то таким. Хочу открыть свое дело, еще не определилось. Я вам не буду подсказывать, каким вам делом заниматься. Получится ли у вас на Форексе заработать? Не получится. Прохожу первую обновленную ступень. Есть такой вопрос. Как часто в день? Ответил. Вы на семинаре «Открытие основения» говорили, что нельзя выполнять практики тем, кто купил семинар ниже его стоимости. Это правда? Да. Это так со всеми семинарами. Это так со всеми семинарами только в том случае, если я не разрешил купить по сниженной стоимости. И нужно вырывать мои слова из контекста. В случае, если я даю скидки, и вы покупаете по скидке, то вы можете смотреть и слушать этот семинар, когда захотите. В случае, если вам продает этот семинар кто-то, кроме меня, со скидкой, то вы не имеете права в дальнейшем этот семинар слушать. В дальнейшем этот семинар не для вас. Я проживаю в Иране, здесь очень многие занимаются магией. Согласен. Использую сурниська рана на основном, чтобы кому-то навредить. В доме родителей невестки находится что-то. Да, это может быть джин. Не джин, а джин. Мать невестки сказала, что это все ее дети. Мои дети, побывав там в гостях, чего-то сильно испугает старшая дочь, сказал, что видела черные ноги. Да, и что не давала закрыть дверь. На второй бесплатной ступени вы говорили о духах, при этом мантрами их можно и знать. Но это духи живут не в теле. Нужно ли их беспокоить, не обращать на них внимания. Данных джинов очень легко взять и провести. Для этого вам необходимо приобрести умный семинар, который называется «Магия в исламе» и помочь себе прочитать суру из Корана, который я там указываю, для того, чтобы убирать этих джинов. Я там объясняю, как они поселяются в доме, как они опасно влияют на тех людей, которые живут рядом, и как люди могут стать одержимыми из-за того, что в них вселяются такие джинны. Все действительно бывает, и это все в моей практике было. Ребенок учится в седьмом классе, но вся наша учеба – борьба. Восхищайтесь этим ребенком, все в жизни получится. Подскажите, пожалуйста, для ребенка эзотерийский метод избавления от аллергии на кошек. Для того, чтобы избавиться от аллергии, ребенок каждый день должен держать большой кристалл поваренной соли у себя во рту. Ну, где-то 7-8 минут, представляете? Также необходимо каждый день брать магнезию в порошке и как можно чаще магнезии прикасаться языком, рассасывать вот такую горькую соль. После чего за несколько недель аллергия исчезнет. Скажите, у меня появится в ближайшее время работа или можно ей заниматься? Зачем мне это вам говорить? Ученица школы прошла первую ступень. У моего восьмилетнего внука. Иснется, до сих пор часто бывают непроизвольные частичные испражнения в тусике. Читаю, загрязняю астральное поле. Все очень похоже на нашу историю. Хочу сама. Вы пишете читать мантру Чигимо, Харитхи, Харитхи. Вы пишете эту мантру сколько раз, ходить вокруг кровати, неоценимую помощь. Нет, нет, вашему ребенку не нужно читать мантру Харитхи. Харитхи – это не влияние на ребенка, это он просто писается у вас. Это, скорее всего, связано все с испугом. Таким образом, необходимо убирать испуг. В вашем случае необходимо это делать, можно убрать это при помощи моих препаратов. Там, цистонорм, там, энуретин и так далее. Эзотерически человек может влиять только в том случае, если он энергетически сильный. А очень часто люди, которые проходят первую, вторую, третью ступень, там, даже четвертую, и только пробуют эзотерику, эзотерически сильными себя назвать не могут, к сожалению. Что делать, чтобы мой интернет-магазин процветал и покупатели были постоянно? Необходимо продвигать этот интернет-магазин. Если вы хотите его продвигать эзотерически, вам необходимо пройти ступени или купить семинары, которые называются «Коды, далеко ли заклинания» и работать эзотерически. Хорошо. Есть болезни. Прохожу ее раз за разом. Подскажите, пожалуйста, в чем мой выход из долговых кредитов? Практик так много и не отвечаем. Есть бизнес, основная работа. Бизнес-бар, людей мало, выхожу в ноль. Основная работа забирает много сил и время. Помогите сделать выбор. Развивать бизнес или остаться на своей работе. Развивайте бизнес, все будет получаться. Расскажите, чем отличаются заклинания от шумов? Какие шумы можно включать во время сна? Как избавиться от клептомании? Для того, чтобы слушать шумы, вам необходимо купить шумы, одеть наушники и слушать. Для того, чтобы почитать заклинания, вам необходимо купить заклинания и читать. Чем они отличаются? Я считаю, что заклинания гораздо мощнее воздействуют на человека, чем шумы. А если сны кошмарят, то в поисках жилья, то покойные родственники, то мужа на измене, то в общем сплю со знаменитостями, ужас. Это первые признаки наступления климатерического периода. В случае, если сны не пропадают, они очень сложны, вам необходимо почистить свою квартиру, запечатывайте квартиру и читайте мантры Ома Хум Ваджа Гуру Падма Ситхи Хум 108 раз рядом у изголовья своей кровати перед сном. Вот таким образом сможете убрать. Очень прошу вас провести вебинар для беременных. Как выносить здорового ребенка, как сохранить красоту, волос. Этим сейчас занимается моя София. Она сейчас у меня на втором месяце беременности и готовит семинар, который будет называться «Семинар для беременных». Это у нее пятая беременность. Сейчас я почитаю. Три-четыре, пятая беременность. Скажите, пожалуйста, мантры, которые вы даете. Надо читать то вслух, на четках, или можно про себя. Исключительно только вслух. Проходите первую ступень, там я об этом все рассказываю. Хочу сделать практику сжигания на свече. Жечь открытое уголовное дело на близкого человека. А номер дела, он мне не говорит, боится, что я сделаю что-то не так. Скажите, пожалуйста, как делать эту практику, если я номера дела не знаю. Пишите сверху. Дело такое-то, такое-то, без номера. там, истец какой-то, такой-то. Если не ты сад, то тогда подсудимый такой-то такой. Ты сжигайте это дело. Подскажите, пожалуйста, для ребенка изотерийский метод избавления от аллергии на кошек ответил. Сейчас. Аллергия. Аллергия. Завязать на голове человека красную ленту в виде банта, после чего снять и завязать на дереве, так же, как было на теле. Также второе. Нужно поводить расческой или гребнем по телу человеку и закопать в песок или в землю. Необходимо тело расчесать и после этого в песок или в землю закопать. Также очень рекомендую делать крепкие, с крепким солевым раствором ингаляции. Это уберет аллергию. Делать такие ингаляции необходимо 10 минут, один раз в день. Купите ингалятор и с крепким солевым раствором проводите такие ингаляции. Каждый день по 10 минут. Хочу сделать практику сжигания на свече. Ответил. Прошла вторую ступень, слушая шумы мантры. Тоже ответил. Добрый день. Почему ваши практики со временем перестают работать? Коды, заклинания, шумы на деньги. Это все связано вот с чем. У вас не хватает психической энергии. Вы ее быстро реализовываете. Проходите мои ступени. Там я все об этом объясняю и рассказываю. Я вам серьезно говорю. Не нужно жадничать. Купите себе информацию профессиональную и после этого научитесь делать профессионально. Говорю вам это серьезно. Расскажите как эзотерически. А еще. Я могу сказать, что те люди, которые прошли совершенно бесплатно мои ступени, исключаются те люди, которые эти ступени прошли через выложенные мной на YouTube ступени. То есть я в YouTube выложил первую, вторую ступень школы Кайлас. Все люди, которые купили бесплатно эти ступени, все люди, которые приобрели где-то это, не доплатив мне или не заплатив мне, с этого года я отключил возможность, чтобы практики с вами работали. Таким образом, люди, которые получают эту информацию не через меня, а получают ее каким-либо образом, без меня. С этого года эти методы работать не будут. Я сделал все для того, чтобы отключить возможность работы с такими людьми моих методов. Поэтому даже не заморачивайтесь. Почему сейчас они перестали работать? Да потому что очень много людей это просто купило бесплатно, обманув тем самым меня. Я считаю, что делать этого не стоит. За каждую информацию необходимо платить. Старайтесь это делать. Они же просто не будут работать. Со временем, конечно, в прошлом году работали в этом. Зачем оно вам нужно? Занимайтесь обычной жизнью. Живите просто. Ходите в церковь. Скоро Пасха будет. Проходите другие семинары. Вам эзотерика не нужна. Эзотерика – это для людей, которые готовы быть богатыми, готовы быть сильными, а не хамалем. Эзотерика хамалем не работает. Понимаете? Все атаки, воздействия из-за этого ПА, как защищаться, в том числе астральные нападения. Дальше. Ученица школы приобрела у вас коды. В одном разделе есть коды от страданий. И проблем. Вопрос. Если человек страдает, значит он тратит психическую энергию? Нет. Человек может страдать из-за переизбытка нервных состояний, которые находятся у него в груди, и нереализации. Человек может страдать от того, что его всегда затыкали, а потом он сказал правду, вытаращил глаза и высказался человеку. После этого страдания закончились. Вы представляете? Вот так. Очень часто страдания – это невыплескнутое горе, невыплескнутое страдания, невыплескнутая реализация. И это очень часто приводит к тому, что человек не знает, как эту энергию себя... Можно выплескнуть. Мои практики со временем перестают работать с теми людьми, которые эти практики не купили у меня напрямую, и которые эти практики у меня просто где-то украли. Поэтому в случае, если вы считаете себя людьми, которые использовали практики в прошлом году, и они работали, они будут работать до этого года, а с этого года перестали работать, так как я поставил программу, блокирующую реализацию тех людей, которые не покупали у меня официально, мои ступени. Извините, это тоже моя эзотерическая борьба, я тоже хочу эти продукты защищать. Почему шумы рассчитаны на 7 лет? Спасибо за информацию, которая постоянно выкладывается. Пожалуйста, шумы работают 7 лет, потому что все в мире изменяется, и шумы необходимо будет изменять, и делать так, чтобы они работали лучше каждый раз. Воспитываю сына одна, по возрасту на хорошую работу не беру. Читаю те мантры, которые вы советовали. Хочу открыть что-то свое, но никак не могу определиться с направлением. Подскажите, пожалуйста, делайте искусственные цветы. Не могу продать дом, как узнать почему? Помогите. Слушайте шум шанкара и продадите дом. Вы только что ответили на мой вопрос по поводу, что мук писается. Мы пьем ваши препараты, но кроме этого, проблемы психики, часто очень агрессивный истерит. Если ребенок истерит, это говорит о том, что не хватает у него кальция. Если агрессивный, говорит о том, что не хватает магния. А того, что он нервничает, говорит о том, что выделяется адреналин. Для этого ему необходимо давать магнум цит 300 по одной столовой ложке три раза в день. И давать ему карбонат кальция или цитрат кальция одна чайная ложка один раз в день утром. Я купила и прошла обновленную. В конце вы делали посвящение первой ступени. Это означает мне надо еще посвящение. Нет, вы получили первые ступени посвящения, проходя первую ступень купленной у меня. Несколько вебинаров платных. Постоянно приходят подсказки. От недавно приходят подсказки, что мне нужно обрезать свой рот. Подскажите, где в каком вебинаре вы это знаете, вы это делаете. Это я делаю на вебинаре третьей ступени школы Кайла с нового вида. Ваша подаренная ступень открыла для меня новые знания, понятные, чистые, светлые, дала уверенность в том, что мое, буду учиться дальше. Работаю флористом, продавцом в торговом центре. Мое рабочее место не имеет стены потолка и выглядит, как островок. Есть эзотерические практики, чтобы его почистить. Конечно, есть. Обведите себя, запечатайте, произнесите Смотрите внимательно ступень. Дочка для своего 4 года достаточно умная, не могу понять, в каком направлении развивать ее. О чем с вами? Вы что, собираетесь забрать детство у ребенка? Пусть она просто имеет детство, не нужно своих детей никак развивать, они все разовьются сами по себе. Обучите их музыке, образованности, культуре, манерам, интеллигенции, всему этому. Привейте ребенку дар видеть красоту в живописи, слушать музыку и понимать ее. Не нужно делать из детей, в чем прививать. Это что, для вас станок для зарабатывания денег? Дайте им свободу вашему. Очень беспокойся о своем сыне, не знаю, нужно ли на него влиять или оставить все, как он этого хочет. Оставить все, как этого хочет. Пожалуйста, как не забеременеть эзотерически. Все это даю в семинаре, который называется «Сексуальная магия денег». Можете посмотреть и эзотерически беременеть. С чем связана невозможность планирования дел? Что-то планируешь, но каждый день планы меняются. Какую СНГ лучше пройти? Вам необходимо пройти три ступени школы Кайласа. На всех ступенях я говорю, что то, что вы планируете, оно, как правило, не сбывается. Почему? Зачем делать так, чтобы давать человеку что-то, если он уже это запланировал и считает, что это у него практически свершилось. Поэтому все, что вы планируете, оно никогда не срабатывает. Это особенность. Не вздумывайте это еще и писать на бумаге. Знаете, когда-то общался с человеком, он преподает менеджмент такой, где говорит о том, что необходимо все планировать. Перед вами человек, который занимался всегда большим бизнесом, никогда ничего не планировал. У меня всегда на все хватает времени и, в общем-то, всегда главное проверять вовремя, понимаете, а планировать никогда ничего не планирую. На первой обновленной ступени вы говорили, о кованом кольце подскажите, из серебра оно может быть или только из металла, исключительно из железа. Какие кольца на что одеваются? Если одеть на мизинец левой руки, то у человека проходят заболевания почек. Если одеть на оба пальца мизинца, то у человека исчезают денежные проблемы. Если одеть на безымянной правой руки кованое кольцо, у человека исчезают заболевания печени. Если на левую руку на безымянный палец исчезают заболевания селезенки. Если на средний палец левой и правой руки исчезают заболевания легких. Если одеть на указательный палец левой руки, у человека исчезают заболевания сердца. Если одеть на указательный палец правой руки, у человека улучшается иммунитет. Если на большой палец у человека исчезают головные боли, если связать два пальца между собой на левой и на правой руке, лечатся глаза. В случае, если одеть медные, вернее, железные кованые браслеты на кисти, лечат позвоночник. Внука Кирилла, 9 лет, киста в голове около мозжечка. Чем помочь? Пишите мне письмо, я буду вам писать препараты, захотите его лечить. Принимайте препараты, поможете. Вообще, каким образом убираются кисты из головы? Есть очень хороший метод такой, он действительно хорошо работает. В случае, если у ребенка формируется киста, если есть жидкость в голове, в случае, если есть эпилептивный синдром, ПИС-синдром, по-другому эпилепсия, то я очень рекомендую использовать такую настойку. Берется один стакан живых пчел, заливается кипятком, после этого 1 литр воды добавляется и 1 час варится. Потом остывает это, сцеживается и ребенку необходимо давать по чайной ложке 3 раза в день, взрослому по 1 столовой 3 раза в день. Пить необходимо 2 месяца, исчезают рахноидальные кисты, исчезают, жидкость в мозге, исчезает эпилепсиндром. В общем, очень эффективно. Не поняла то, что вы выложили в ютуб бесплатно первую ступень, не будет работать или я неправильно поняла? Вы неправильно поняли. Оно работать будет, потому что это я выложил сам. Еще вопрос, если я написала планы и задачи на бумагу, нужно сжечь? Конечно, у вас эти планы и задачи однозначно никогда не исполнятся. Можете не писать. Внучка 10 лет до сих пор смокчет большой палец. Помогите, как нам убрать такую страсть? Для того, чтобы убрать страсть такого ребенка, ложите на ночь ей сырое яйцо, когда она спит, под подушку. Каждый день это сырое яйцо разбивайте и выбрасывайте. Делайте это несколько недель, и после этого ребенок просит сосать палец. Скажите, пожалуйста, мать и дочь, если живут отдельно, могут вместе приобретать ваши ступени с Англета? У меня не получается начать зарабатывать самостоятельно. В общем, я должен вам говорить это. Мой сын барабанщик, но жалуется на руки, болят, ищет альтернативу, чтобы заработать. Хочет поиграть на финансовом рынке по типу Форекс, не получится Форекс у него. Вовремя, все время чувствую слабость и какую-то неуверенность, и стали атаковать болезни. Как будто кто-то вытягивает энергию. Может проблема в помещении, где вы живем? Нет, проблема не в помещении. Проблема в отсутствии веры. Каждый человек получает заболевание, если он не знает Божественный закон. Божественный закон заключается в том, что человек свою ответственность перекладывает немножко на плечи Бога. То есть он начинает произносить слова «Скоро я буду здоровый», «А у меня скоро будет все в порядке», и живет по Божественным законам. А это очень сложно, научиться Божественным законам, и это необходимо сделать, если пройти хотя бы 4 ступени. Вот пусть напишут те люди, которые проходили 4 ступени. Я объяснял, почему человек болеет, объяснял, как это необходимо убирать. Скажите, насколько это по-другому, чем мы в интернете находим. Существует ли метод защиты на дорогу? И как можно избавиться от недавно появившегося страха летать? Представляете, существуют методы, конечно. Проходите бесплатно первую ступень. Там я рассказываю о методе построения белого пути, метод болта, когда необходимо там бросить, что-то приставить. Я все это вам показывал. Как сделать так, чтобы практики снова работали? Заранее спасибо. Необходимо купить у меня первую ступень и ее пройти, обновленную, и больше не воровать. Плохо в эзотерике воровать. Это же эзотерика. У меня был выбор. Я хотел сделать из людей рабов, которые у меня приобрели бесплатно. Но считаю, что я этого делать не имею права. Поэтому я сделал так, чтобы те, кто купили у меня бесплатно эти ступени или приобрели бесплатно, кроме тех, которые я сам выложил и подарил, чтобы с этими людьми мои практики просто не работали. Почему? Ну, пусть находят себе другие пути. Что делать, чтобы грудь выросла? Для того, чтобы грудь выросла, в нашей компании разработан препарат называется мастопатиновая мазь. Смазывайте, и грудь вырастет. Пока бесплатно занимаюсь 3 месяца. Я могу сказать, что если женщина на ночь съедает одну столовую ложку сливочного масла, то у нее очень быстро растет грудь. Проверим. Или 20-30 граммов гребешка. Сначала в животе были бабочки, через 20 дней в груди, как распирала. А сейчас от плечей голова до спины. Ой, очень быстро. Печатаю себя в махомках ухри и все хорошо. Скажите, это нормально? Это переизбыток психической энергии. Необходимо реализовать ее. Читайте коды, тогда реализация психической энергии произойдет. Убирала через маятник. Скажите, выпадаю из реальности. Это влияние? Как исправиться? Нет, это не влияние. Это у вас, скорее всего, переистощение центральной нервной деятельности. Каким образом убрать? Возьмите магнезию, растворите ее в воде. Посидите в этой воде, и после этого пусть эта вода на вас высохнет. После этого ложитесь спать. Таким образом у вас вот таких выпадений не будет. Мальчику 13 лет с индомом Пьера Робинса, Робена, в том числе миопе и стигматизм. Какой шум выбрать? Лечение зрения, выбирайте шум. Недавно я потеряла единственного сына. У меня есть любимый мужчина. У нас с обоих сахарный диабет. Нам 50 лет. Я предложил своему мужу попытаться родить ребенка. Скажите, получится? Получится, можете пробовать. Хочу на работу риэлтором. Как вы думаете, будет успех? Будет, но не быстро. Просто не сдавайтесь и дожимайте, как я говорил в самом начале. Через маятник приобрела у меня мантры и ментальные заклинания при медитации. И заклинания не подошли. Единственные мантры, заклинания на... Ой, что так много слов? Наша школа необычная, волшебная. Гордость, уверенность внутри от того, что ученица ваша. Спасибо, Лена. Можно ли практиковать ступени и семинары в полнолуние? Можно... Здравствуйте, подскажите практиках, которые нужно представлять слога в поле. Можно себя со стороны представлять? Можно... Ученица школы... Не понял. Как убрать живот? Втягивайте. Муж предложил на меня ответственность за ипотеку и не платит. Трое детей почти неинтересные. Я стараюсь прийти. Это с достоинством. Мога работаю. Вообще хочу выйти вновь замуж и быть любимой. Возможно это? Возможно. Эзотерика дает такую возможность. Как можно накопить себе на пенсию? Разве это ко мне вопросы? Это вопросы, наверное, к руководителям вашей власти. Это им нужно задавать. Я всего лишь маленький человек. Я даю возможности человеку научиться энергетически влиять на судьбу так, чтобы в ней что-то изменилось. Если вы хотите заниматься эзотерикой, вам необходимо подходить к этому серьезно. Для этого необходимо начать проходить мои ступени. Первую бесплатно выложенную. Вторую и использовать те методы, которые я там даю. Если вам не подходят эти методы, то тогда вам необходимо приобрести первую платную, вторую платную. Собирается в мединститут. Получится у него? Получится. Хочу замуж, уже не знаю. Получится мне 53 года? Получится. Может вы подскажете? Ой, так много. Скажите, как эзотерически убрать аритмию? Для того, чтобы убрать аритмию, необходимо, когда начинается биться сердце, вот брать третий и четвертый палец и их потянуть, потянуть, потянуть на одной руке и после этого вот так на другой руке. После этого 5 минут посидеть. Если аритмия не исчезает, еще раз это сделать. Таким образом аритмия полностью исчезает у человека. Вредно ли встречаться с женатым мужчиной, пока не встретила своего? Не встречайтесь с женатыми мужчинами, потому что тот мужчина, с которым вы потом встретитесь, будет плохим. Потому что вы обижаете не только женщину, обижаете их детей. Вообще считаю, что встречаться с женатым плохо. Я такая дура, что наделала огромное количество ошибок и дала себе ипотеку в Израиле за лист долги на 75 лет, да еще и сосед претендует на половину-два раз. Могу ли я отставить свои права? Эзотерика управляет миром. Если заниматься эзотерикой и выполнять эзотерические практики по сохранению вашего дома, то скорее всего 100% вы сможете себе это все оставить. Ученик первой ступени, посмотрите мне, пожалуйста, женю. Нет, друзья мои, я этого не делаю. Если вы хотите, вы можете приехать. Ну вот подумайте сами. Зачем мне вас просматривать? Зачем мне вам помогать? Объясните. Я выложил первую ступень бесплатно. Вы ее посмотрели, и это дает вам право теперь мной пользоваться. Очень некрасиво. Вам должно быть стыдно. Это очень некрасиво. Вот здесь сверху есть кнопка, называется поблагодарить дуйков. Хотите задать вопрос, напишите. Я вас поблагодарил. Я тут же увижу на телефоне, как пришли деньги, и после этого смогу вам помочь. У меня в дальнейшем все больше и больше появляется нежелание проводить пятничные вебинары. Я, скорее всего, такую практику уберу. И буду проводить их без ответов на вопросы. Серьезно. Получается, вместо того, чтобы развить тему, которая могла бы быть интересной, я развиваю темы, которые интересны только индивидуально одному человеку. Когда будут в продаже мои карты? Уже через месяц, скорее всего. Сегодня я дописываю книгу, которая называется «Магические методы лечения всех заболеваний». Очень интересная получилась. Я ее сегодня, скорее всего, вам почитаю. Хотите? Давайте я сегодня эту книгу почитаю. Она очень интересная. Аритмию можно устранить, если потянуть за третий-четвертый палец одной рукой. Если не исчезает, то руки поменять. Давление можно снизить, если придавить прищепкой ненадолго фалангу мизинца любой руки, но так, чтобы не было больно. Артериосклероз можно убрать, если широкой лентой зеленого цвета обвязать человеку грудь, не перетягивая, обмотать несколько раз. С ней он должен спать и ходить несколько недель. Артрит. Необходимо стоять каждый день в позе птички. Вот так. Нагнувшись вперед руки, поставив в разные стороны. Купочную грыжу можно вылечить, если к ней приклеивать ликопластырем медную монету большого размера. Бронхит можно убрать, если натереть белой бумаге грудь так, чтобы было горячо. Делай так много раз, это уберет бронхит. Бумага должна быть тонкой. После этого бумагу необходимо сжечь, но не обязательно. Варикозное расширение вен делать укутывание в полотно, смоченное предварительно оливковым маслом на голое тело на один час, желательно все тело. Нужно следить за тем, чтобы не простудиться. Невроз с плохим самочувствием и апатии. Каждый день ставить с открытыми глазами возле скины, так, чтобы лоб упирался в стену, носки касались скины и по возможности живот касался скины. Стать так необходимо как можно больше и как можно чаще. Воспаленные раны можно убрать, если взять кусок железной цепи и поводить ей по ранам, после чего закопать в землю на несколько дней. Аденома предстательной железы. Взять три советских медных монеты, сейчас не могу это прочитать. Из туенщиков можно вылечить, если черным фломастером нарисовать линию от лобка к солнечному сплетению прямо посреди живота. Рисовать ровно вторую полосу, чтобы получился крест. Если необходимо, прорисовать ежедневно на протяжении двух месяцев. Также прикладывать к нижней части живота салфетку, смоченную с уксусом. Совет номер 159. Шумбу-шарк взять длинное полотно или эластичный бинт, смочить его в теплой воде, после чего обмотать полотном голову и шею и зафиксировать, после чего спать в таком бандаже, выполняя несколько дней подряд. Очень хорошо отзывалась по этому поводу. Женщина недавно сказала, что был ли шум и в ушах, она таким образом сделала обматывание и после этого все исчезло. Можно убрать почек заболевания, если обвязать черной нитью средние и безымянные пальцы, вместе носить так несколько дней. Также поможет, если носить железное кольцо на мизинце левой руки. Также смазывать мизинцы на обеих руках красной краской и лихной. Пролежни можно убрать, если спать на воздушном матрасе. Также наловить мух, потереть ими голову человека, после чего их выпустить. Из пух положить под подушку куриное яйцо, когда человек спит. Истерия смочить одежду, в которую входит человек, в очень соленой воде, после чего она на нем должна высохнуть. Икота приложить острие ножа, переносится и кающего, пусть он смотрит, не мигая 40 секунд. И здесь очень-очень много всевозможных советов. Какой-нибудь сейчас открою. Допустим, какой-нибудь совет интересный. Скорлупа куриного яйца. Скорлупа куриного яйца, на мой взгляд, очень эффективное средство от огромного количества заболеваний. И дальше мои советы. Первое. Если сделать из него порошок и принимать по одной чайной ложке один раз в день, то излечивает церебральный паралич у детей, убирает порез после перенесенных заболеваний, инсульт, помогает при катаракте и глаукоме. Второе. Если давать малышу, смешав соком лимона, то очень быстро вылечивает аллергию. Кстати, одно из самых лучших существующих средств детского диатеза. Также я лечил своего ребенка. Можно даже просто так давать, без лимонного сока, просто на кончике ножа два-три раза в день высушенную куриную скорлупу. Одна чайная ложка порошка выпитая в день лечит от голодных болей желудка, гастритового, плохого запаха изо рта. Если запить вином порошок измельченной куриной скорлупы или скорлупы куриного яйца, то это убирает у человека диспепсию кишечника, а также слабость кишечника по носу. Также, если одну чайную ложку запить сухим вином, растворяет камни в почках. Смотрите, интересно, а, интересно, вот такая, интересно, что можно вылечить гвоздем. В случае, если раскалить гвоздь и вмокать его в воду и делать это многократно, и пить той женщине, у которой есть климакс, то тогда она уберет у себя приливы и отливы, вот эти состояния, которые ее мучают. Если раскалить гвоздь и после этого остудить его в стакане с холодной воды, то, выпив такую воду, вы можете облегчить, устранить климакс или обмакнуть его раскаленным в липовый мед, окалина, который образуется после смачивания гвоздя и красит мед. Смазывать зубы. Это убирает парадонтоз из-за болевания зубов. У нас уже заговорили про куриное яйцо, я дальше прочитаю. Сырыми яйцами лечат. Сердечную астму перед каждым приемом пищи съедать одно сырое яйцо. Бронхит перед каждым приемом пищи за 40 минут съедать два сырых яйца. Гингивит парадонтоз полоскать рот сырым белком куриного яйца. Заболевание воспаления век смешать белок сырого яйца с водой и смазывать перед сном глаза. Помогает при гнойных воспалении. Дальше. Сырые яйца, выпитые натощак по два на протяжении двух недель, вылечивают гастрит. Смешав белок одного яйца и сок одного лимона, принимая это после еды, убирает из организма любые камни, размягчая их и уничтожая, особенно при камнях в почках, также помогает при камнях в желчном пузыре. Очень эффективное средство от артрозов тазобедренного сустава. Действительно проверено на моих близких, а конкретно маме. Нужно взять яйцо в скорлупе, залить его концентрированным раствором столового уксуса на несколько дней, после чего пробить и убрать кожу, которая будет на месте скорлупы. После чего размешать и натирать больные места несколько дней, несколько недель подряд. Это убирает артроз тазобедренного сустава раз. Также это может помочь убрать у человека заболевание, грибковое заболевание на ногтях. Это я считаю все эзотерическими методами. Таких методов я писал около 500 и скоро такая книга увидит меня. Очень интересная получилась. Сегодня я ее допишу. Очень-очень много советов. Есть ли шумы, которые вы можете порекомендовать для обязательного прослушивания? Совершенно нет. Какая мантра подходит на 100% к ловушке денег? Прошу вашего совета как гуру, как ее узнать или где ее найти. К ловушке денег подходит мантра, любая мантра из семинара, который называется «Эзотерика в бизнесе». Возьмите там около 100 мантр разных, пройдите этот семинар, он дешевый, и будете использовать, что максимально подходит. Я их знаю, 2000 мантр, не каждая из них подходит. Я не читаю мантры, потому что я считаю мантры малоэффективными. Я читаю заклинания или читаю коды. Коды это быстрее работает, с ними легче работать. Бывший муж неохотно платит алименты в суд подавать, пока не хочу. Как можно эзотерическим его дисциплинировать? На первой ступени объясняю метод бутылки. Используйте, и в дальнейшем это начнет его заставлять платить. Нам всегда внушали, что магией заниматься вредно. Будет расплата, правда ли это? Когда вы приходите в церковь, вы занимаетесь магией. Вы ставите свечи и после этого складываете руки и начинаете что-либо просить. Когда вы просите у ангелов, хранителей или просите у Бога, это есть магия. Таким образом, вы, занимаясь в церкви магией, получаете ли взамен что-либо. Вот так. Дочери сегодня первая годовщина свадьбы, но она очень поссорилась с мужем. А Гулья, как мама, ученица вашей школы, помочь молодым на расстоянии. Да, вы можете по магии любви прогреть между ними слави. Есть ли какие-то эзотерические методы зачатия мальчика? Есть эзотерические методы зачатия мальчика? Необходимо правую сторону вашего живота смазать зеленым цветом каким-нибудь или носить что-нибудь зеленое у себя на животе с правой стороны. Здравствуйте, какой шум слушаешь, чтобы вернуть мужа, нейтрализовать приворот быстро? Быстро шум не поможет, к сожалению. Коды срабатывали, нужно пройти первую ступень, применять философию, копить энергию. Этого достаточно? Да. Ученица четвертой ступени, скажите, пожалуйста, сын заканчивает девятый класс, хочет поступать на повара. Получится задуманное? Получится. Спасибо, вы мне прислали первую, вторую ступень, личную почту, могу их слушать? Да. Листовы отказывают разыскивать моих должников, отдала все накопленные на старость. Должник прячется, что мне делать? Не страдать, никому не рассказывать и никому об этом не говорить, и не страдать. Будете страдать, никто никогда ничего не отдаст. Проходите третью ступень, на ней я рассказываю, как вернуть все, что у вас украли, даже если государство и весь мир против вас и ничего вам никто не хочет отдавать. Все равно эзотерик может себе все вернуть. Мы это делаем эффективно и очень быстро. Здравствуйте, учусь вашим практикам, ученица. Подскажите, как лучшее состояние сосуду моему папе. Ему 62 года, только что перенес инсульт. Не страдал давлением, нет болезней сердца. Подскажите практики. Вам не практики нужны, потому что папа не ученик школы Кайлас. Делайте практики с ним вы. Делайте ему смазывание мозга длинной, как я рассказывал. Также вы поите его порошком куриного яйца, как я сейчас рассказываю. Также можно его восстановить. В случае, если делать из целительства третья часть методы ёршика, как я там показывал. Я там рассказывал. Метод ёршика при лечении заболеваний инсульт. Несла пожертвования. Подскажите мне, пожалуйста, очень много талантов. Не могу выбрать, чем заниматься. В какой области я могу себя реализовать и обрести финансовое благополучие? Очень хочу свою собственную квартиру. Вы не с того начинаете. Человек, который хочет заниматься бизнесом, он должен прочитать мою книгу. Данная книга называется «Доктрина бизнеса». Я сейчас попрошу, может быть, мне её дадут. Наверняка она у меня дома есть. Я вам хочу сказать, все методы, которые есть в нашей школе, они неминуемо приводят человека к тому, чтобы он был богатым. Просто их необходимо использовать. Почему я это утверждаю? Все мои ученики, которые прошли семь ступеней, которые очень достаточно хорошо занимаются эзотерикой, это люди очень успешные. Когда я с ними встречаюсь, эти люди приезжают на дорогих автомобилях, у них есть свои виды бизнеса и так далее. Я могу сказать, что я уникальный учитель уникальной школы, где люди, прошедшие семь ступеней, они никогда не могут быть бедными и нищими. У них не бывает проблем, у них не бывает тяжелых проверок, эти люди абсолютно здоровые, у этих людей постоянно счастье, подъем настроения. Вот так, вы представляете? Почему? Эзотерика, друзья мои, все остальные это люди, которые не занимаются эзотерикой, которые хотят, чтобы какой-нибудь уникальный метод очень быстро изменил их судьбу. Так не бывает. Я лучше всего развести деревянный талисман всех видов черной магии, но лучше всего на кухне. пью препараты, смогу победить свои болезни, конечно. Сын старшеклассник, какой профессор ему выбрать, сам теряется. Почему я должен это вам говорить? Дальше. Конечно же, я не жестокий человек, просто я, скорее всего, в 7 часов закончу эту ступень, сегодня праздник, в 7.15. Конечно же, хотелось бы вам дать что-нибудь магическое. Итак, вы хотите избавиться от всех заболеваний, для этого вам поможет мантра, она звучит так, «Кусен Тарвак, червих, кусен Тарвак». Читайте данную мантру 108 раз каждый день, и вы в дальнейшем будете абсолютно здоровым человеком. «Кусен Тарвак, червих, кусен Тарвак». Если читать данную мантру 108 раз, один раз в день, делать это ежедневно, при этом вот такие делать поклоны, я сейчас покажу, необходимо вот так держать руки, и после этого делать вот так вот очень часто поклоны, вот так вот. Можете дома начать это делать сегодня, болит у вас спина, вот так садитесь и делайте так. И делайте так 108 раз. После этого читайте «Кусен Тарвак, червих, кусен Тарвак». Очень быстро это делайте, на круг четок 108 раз, и в дальнейшем вы не будете, завтра уже перестанет болеть и спина, и ноги, и глаза, и все остальное. Как избавиться от любых врагов поможет мантра «Ом нуптичис валапата намаха». «Ом нуптичис валапата намаха». «Ом нуптичис валапата намаха». Для того, чтобы у человека было всегда много денег, ему необходимо читать мантру «Ом суха кракра сторавати пурей сваха». «Ом сваха кракра сторавати пурей сваха». Или по-другому «Ом шарим кракра сторавати пурей намах». «Ом шарим кракра сторавати пурей намаха». Для того, чтобы у человека всегда было изобилие, ему необходимо читать мантру он соня нахахи правы老 на моха он соня нахахи права ru на моха он соня нахахи права ру City town ахаха для того чтобы для того чтобы что-нибудь еще он дам сейчас для того чтобы вас обожали и любили можно читать мантру такую ом цах полиц kimse люк ром тарару он так по лиц и киллаграм тарару потому что для того чтобы навсегда исчезли все проблемы для того чтобы вас больше никто никогда не обижал можно читать мантру он пузырь ты бедит тает кует к намах он пузырь ты бедит тает к намах он уже победит тает к нам подскажите пожалуйста болят косточки на ногах в пятки больно ходить подскажите как лечить задайте вопрос во вторник им с удовольствием отвечу я не могу купить вторую третью ступень так как нахожусь чужой стране если за меня закажет моя подруга можно андрей андреевич две недели вечером очень хоть со сладкого прибавляют все это нормально ненормально это говорит о том что у вас скорее всего есть гормональный всплеск подарены мне шумы будут работать конечно все подаренное мной работает со всеми случае если у вас есть целлюлит вам необходимо начать ну конечно это очень смешно звучит вам необходимо начать ходить в конюшню вы представляете есть ряд таких женских нарушений допустим как и матерический период как целлюлит это все вылечивается если женщина начинает ходить в конюшню также очень рекомендую ездить на конях если у вас есть такая возможность очень рекомендую если можно ответить встречать женатым мужчиной четыре года он идут с женой у него нет отношений но замуж не предлагает материально помогает стоит ли продолжать эти отношения стоит продолжать отношения с целью помощи финансовой но не стоит продолжать этот эти отношения потому что он так на вас и не женится к сожалению поэтому сделайте решение сами я не могу сожалению человеку сказать там не живите с этим человеком и живите мантру для числа 9 по дате рождения вебинаре не было и что если пройти заново первую ступень выложенной на ю тубе будет ли работать практике снова покупайте практике покупайте у меня первые ступени покупайте если вы уже один раз прошли ее и это сделали бесплатно теперь хоть что бесплатно будете проходить ничего с вами работать идите в церковь пусть вам батюшка поможет подскажите что можно сделать чтобы написать книгу и она стала бестселлером на питают на питаюсь написать фантастику но не хватает мотивации так заколдовать ее на успех я когда написал книгу который называется в отжарное сердце я ее писал долго очень и когда ее писал у меня было очень много чувств они у меня фонтанировали они били бились в средине меня и когда она была написана я ее писал с легкостью не было никакой тяжести и она оказалась очень приятно считаю что это бестселлер очень много ее сейчас покупают скажите кто-нибудь читал мою книгу в отжарное сердце художественное она вам понравилась эта книга кусочек моей души такие книги в которых есть кусочек души это книги которые нравятся людям их приятно читать у них есть яркость такая когда человек говорит я не знаю чем не написать у меня не хватает мотивации я хочу вам сказать на книгах не зарабатывает на книгах выставляют наверх книги это элемент вашей реализации вообще я хочу сказать что стоит писать книги в случае если вы хотите дальше стать богатым человеком почему особенность богатого человека заключается в том что он обязательно реализовывать себя в творчестве а написание книг является одним из элементов реализации себя в творческом потенциале или с творческим потенциалом естественно в случае если вы хотите в дальнейшем реализовать себя любом виде бизнеса старайтесь отдельно для себя писать книги случае если вы собираетесь просто написать книгу и сделать так, чтобы она была бестселлером, знаете, так не произойдет. Как избавиться от долгов по суду несправедливо присужденному? Купите мой семинар, называется «Коды дуйку». Там я рассказываю о том, как можно убрать у себя проблемы, связанные с судами. Также в первой ступени рассказываю метод со свечой, рассказываю метод с хлебом и так далее. Уходи в дождь, в новой ступени, обновленной первой, я даю около ста разных кодов, которые, используя которые, можно убрать, выиграть в суде, стать здоровым. Я даже прочитаю вам, что я там даю в первой обновленной ступени. Сейчас прочитаю, какие коды человек получает. Отдать долги, выиграть суд, очищать чакру, увеличивать энергию, выиграть суд, избавиться от тюрьмы, даст благородство, много денег, пожизненный высокий достаток, повышение психической энергии, увеличивает энергетические и физические силы, увеличивает доходы от своего бизнеса, накопление денег, обретение красивой местности, внешности, повсеместный достаток, от депрессии в страхах, обретение мудрости, увеличение психиэнергии, повсеместное везение, выигрыш, нравится людям, приумножить любой, выйти замуж, омоложение, обретение красоты, везение, счастливая жизнь, стать знаменитым, от зла, невезения, обрести любовь, уважение, защита от вампиризма и черной магии, подчинить врагов, обрести известность, обрести везение, выигрыш, обрести талант, обрести высокое положение в обществе, обрести дар целителя, добиться власти и уважения, добиться зажиточности, найти победу, увеличить материальный рост, сделать много денег, обрести высокое положение в обществе, найти славу и почет, научиться зарабатывать денег, обрести мудрость, отдать долги, обрести красивую внешность и молодость, обрезки параспособности добиться омоложения похудения от бессонницы от всех видов он как заболеваний печени всегда выигрывать суде преодолеть бедность успешно выйти замуж обрезки просветления стать умнее там и так далее еще еще лучше всего это все на первой обновленной ступени скажите она нужна человеку или нет или это должен все выложить специально для людей чтобы они это все бесплатно слушать ученица школы члены ртм жена моего сына теща ходили ворожить на моего сына сказала сноха с тех пор нет работы слабость гипертония импотенция все получилось постепенно сын в отчаянии что делать отправьте мне фотографию посмотрю и скажу есть там у вашего сына что-то вообще скорее всего у него просто депрессия видно женщина не нравится ему из-за этого он депрессирует что эзотерически вы посоветуете для заработка вставках ничего не посоветую потому что вставках скорее всего у вас не будет получаться зарабатывать на какое код или заклинание быстро поможет вернуть мужа уберет приворот но все мои дорогие друзья вы задаете вопросы которые не совершенно неинтересно к сожалению они не дают возможность создать картину понимания школы это все похоже просто на бесконечное использование меня именно поэтому скорее всего дальше я не буду отвечать на вопросы а просто буду наверное развивать другим не так хочу вам сегодня что-нибудь посоветовать каждый раз когда человек разочаровывается в своей жизни обижается на кого-либо у него в душе включается программа саморазрушения вы знали об этом эта программа создает впечатление что лучше умереть чем жить отравляя тем самым человеку жизнь и колоссально разрушая его судьбу наверняка многие люди хоть раз сталкивались с такой проблемой в своей жизни даже дети иногда после наказания говорят лучше бы мне умереть это по моему мнению то божественная капсула которая вскрывается в тот момент когда человек начинает страдать от своей жизни и создана богом целью как можно быстрее разрушить человека чтобы он как можно быстрее перешел при помощи перерождение новую человеческую форму естественно невозможно не оценить значимости медитации которые сегодня вам хочу дать которая мгновенно закроет такую программу для этого необходимо начать думать о данной проблеме и которая все чувства и когда вас накрывает чувства по поводу того что у вас не хватает денег или по поводу того что у вас все плохо или по поводу того что у вас что-то забрали или по поводу того что у вас там кто-то бросил и вы на кого-то обижаетесь Произносите всего лишь три слова. Я хочу вам сегодня эти три слова подарить. Они очень-очень уникальны и очень хорошо работают. Они звучат так. Впереди еще целая жизнь. Или впереди целая жизнь. Поэтому каждый раз, когда вы почувствуете плохое настроение, плохое состояние, произнесите себе слова, которые звучат так. Впереди целая жизнь. Не нужно произносить, лучше бы я умер, зачем я вообще родился и так далее. Произносите слова. Впереди целая жизнь. Такая идея, она сможет очень изменить вашу судьбу. Очень часто человек говорит такие слова. Он говорит, в какую страну мне уехать для того, чтобы я чувствовал себя счастливым человеком. А я хочу вам сказать, невозможно переехать никуда, невозможно никак начать жить до того момента, пока у вас не появится в середине вас сердечная радость. Все равно, где жить, если в сердце радости нет. Обязательно обучайтесь на протяжении своей жизни находить сердечную радость. Начинайте произносить слова, как я обучаю это на первой обновленной ступени. Я счастлив, потому что... И после этого произносите. Я счастлив, потому что я в квартире. Я счастлив, потому что рядом со мной эти люди. Я счастлив от того, что у меня есть, что есть сегодня. Каждый раз, когда я опускаю голову в свою тарелку и начинаю кушать, я каждый раз начинаю думать о том, что человеку, который ест и считает для себя одним из самых важных качеств быть всегда сытым, все равно на самом деле, за каким столом он ест, в какой квартире. Главное, чтобы еда была. Таким образом, иногда люди совершают ошибку. Она заключается в том, что человек начинает думать о том, чего у него не хватает и чего у него нет. Вместо того, чтобы получать удовольствие от того, что он имеет и что у него есть уже сейчас. Именно поэтому я часто советую, для того, чтобы человек начал материально расти, для того, чтобы в жизни его происходили изменения, человек должен сосредотачиваться на тех элементах, которые у него уже есть, и те, которые ему нравятся. Иначе вы, наверное, знаете, что без корня дерево не вырастает. Таким образом, то, что у вас есть, является корнем, из которого вырастает дерево вашей жизни. И оно вырастает от того, как вы уже сегодня относитесь к тому, где вы находитесь, что вы кушаете, с кем вы живете. В случае, если ваш корень прямо сегодня, зарождающегося дерева, приносит вам страдания, и вы не замечаете, что у вас есть еда, не замечаете то, что вы живете, и вам есть где спать, есть что есть, есть какой-то доход. Есть, в конце концов, те люди, которые рядом находятся, и хоть пассивно или там негативно, но они все равно есть, и являются вашей жизнью, это все равно поддержка. То это говорит о том, и если вы в этот момент начнете быть счастливыми хоть чуть-чуть от того, что это есть, то вы вылечите свой корень, который даст правильные плоды, и ваше дерево вашей жизни обязательно создаст новые условия в вашей жизни, при котором, скорее всего, появится часть в жизни. До того момента, пока человек не воспринимает свой корень, и до того момента, пока он в семье раздражен, и все очень плохо, и там, я ем это невкусно, я лежу это плохо, мне не нравятся эти люди, мне раздражает это, или вы все время ищете, чего у вас еще нет, знайте, вы разрушаете то, из чего строится будущее, вы разрушаете настоящее. Тем самым хочу вам еще раз сказать, не разрушайте это, применяйте метод, при котором человек должен себе произносить как можно чаще такие слова. «Я счастлив, потому что я здесь», «Я счастлив, потому что вокруг меня красиво», «Я счастлив, потому что я сыт», «Я счастлив». Очень часто человек обращает внимание на претензии, такая претензия может разрушить всю его судьбу. Но послушайте, неужели так все плохо? Ведь у каждого человека, который живет и функционирует, есть свое тело, оно здоровое, или оно есть просто, есть где есть, есть на чем спать, есть тепло, и все остальное, оно же есть. Ну, разве нет ничего плохого в жизни? Вот если находить по чуть-чуть в плохом хорошее, или находить в плохой жизни по чуть-чуть что-нибудь хорошее, то вот это хорошее, это будет семенем, который в дальнейшем разрастется в полноценное дерево вот такого благополучия и такого внутреннего счастья. Вот так это все устроено, вы представляете? Спасибо за Ваше знание. Завтра будет СНГ, конечно. Приглашаю всех на СНГ, можете пройти. Подскажите про практику со сливочным маслом в голове у лежачего, страдающего, старого, больного. Нельзя ли этим методом наблюдать? Нет, нет. Есть ли какая-нибудь информация? Информация – это моя, и я ее только даю. Хотела сказать большое спасибо за помощь моего сына Брайана. С трех лет, сейчас ему 12, часто шла кровь с носа. Даже ночью, когда Вы советовали повесить ключ между лопаток и месяц сносить, это было шесть месяцев назад. И все эти шесть месяцев, ни одного дня, ни ночи, больше кровь из носа так никогда и не шла. Спасибо. Видите, те люди, которые говорят, Вы что, сумасшедшие? Андрей Андрич, Вы что, сумасшедший? Зачем Вы даете эти методы? Кто те лохи, которые это слушают? Ну вот, видите, оказывается, оказывается, эти методы работают, несмотря на то, что выглядят смешно. На СНГ-21 Вы говорили, что скоро поступит продажа масла белой бутылочки без названия. Оно называется Magic Oil. Magic Oil, дуйко, Magic Oil, оно уже есть. И будет выложено в понедельник на нашем сайте thailass.market. Сегодня будет посвящение? Нет. Цилиндр делать каждый день? Нет. Его один раз строят. Умер сын, мальчику 13 лет было. Как поддержать подругу? Я хочу Вам сказать, поддержка Вашей подруги заключается в том, чтобы ее не терзать. Когда много людей начинает человека поддерживать, то человек в итоге переносит свою боль гораздо тяжелее. Любая боль переносится легче, если человек в одиночестве находится сам. Боль нужно выплакать. А когда есть подруги, которые поддерживают, которые хотят... Это как терзать рану. Вот представьте, у Вас есть рана на животе, она не заживает. Там заживает по чуть-чуть. И каждый день 100 человек приходит, и каждый в разную сторону эту ранку по чуть-чуть дергает. Скажите, это приятно или нет? Таким образом, воспоминания... Это должно как-то остыть, и это должно как-то... Человек должен пересагнуть, перешагнуть, принять, и после этого от этого отдалиться. Время оно лечит. Таким образом, если Вы не будете давать человеку этому возможность забыть о ребенке, то этого человека может развиться по-настоящему тяжелейшая трагедия. Купила четкие шумы на сосуды, хотела купить ДРРС, но в каталоге не нашла. Он называется не ДППС, а ДРРС, этот препарат. Ищите его как ДРРС. Также, если Вы вдруг не находите чего-то, там есть номера телефонов. Связывайтесь с оператором, они там получают деньги специально для того, чтобы отвечать на Ваши вопросы. Дайте, пожалуйста, эти символы от алкоголя и граммани, ученицы четвертой обновленной ступени. Я буду в дальнейшем давать семинар, который называется «Лечение алкоголизма и наркомании при помощи магии». Вот он скоро должен появиться. «Не могу работать зависимо от окружающих. Подскажите, как справиться?» Плавно занимаетесь эзотерикой, я Вам обещаю, что Вы со временем справитесь. Подруга эзотерически понять? Подскажите, пожалуйста, как эстетически понять вибрации, заложенные в картинках искусств? Рассуждайте. Глядя на картинки, начинайте рассуждать. Человек не может понять, что нарисовано. Для этого необходимо обязательно знать, кто был человек, который рисовал, какая у него жизнь была. После этого внутренне соединяйтесь с этим человеком. И после чего у Вас появляется идея, что же он на самом деле хотел показать. Начинайте с музыки. Музыку очень легко воспринимать. После этого переходите уже в живописи. Женик первой ступени. Посмотрите, женюсь ли я и вернется ли бывшая гражданская жена? Не вернется бывшая гражданская жена. Но я Вам обещаю, что Вы женитесь, и эта женщина будет Вам очень нравиться. Можно ли во время дыхания делать практики? Нет, нет. Во время дыхания по патрулу делать практики исхода дуйко нельзя. Одновременно это не делается. Выбритал за деньги нераскрещенные у меня вопрос. Я похоронила свекровь 10 лет назад, не сплю совсем страшно. Чего боюсь, не знаю, слышно, что она ходит, даже разговаривает у меня связано. Это со стрессом. Помогите советам заранее. Спасибо. Купите зверобой. Заваривайте зверобой крепко. Одну столовую ложку на стакан воды. И пейте по стакану зверобоя три раза в день. Послезавтра уже этого не будет. Также у изголовья кровати по кругу разместите пучки зверобоя. Если действительно Ваша мама или свекруха приходит, то перестанет это делать. Скажите, пожалуйста, если у Вас в продаже капсулы для талисмана ребенку выпал первый молочный зубчик, к сожалению, нет такого у нас. Я могу показать, как это выглядит в следующий раз. Если человек везде опаздывает, в важных делах ничего не успевает с точки зрения эзотерики, можно это объяснить? Можно объяснить рассеянность. Вы можете не обращать внимания. Рассеянные, опаздывающие люди очень много в жизни добиваются. Я говорю это серьезно. Опаздывание и рассеянность говорит еще о сексуальной неудовлетворенности. Просто этому человеку нужно сексуальное удовлетворение. Представляете? С подругой хотим открыть свое дело. Получится у нас? Да, у Вас получится. Но в дальнейшем Вы очень разругаетесь. Расскажите, по сколько раз нужно читать каждый код? От 7 до 108 раз. За зеленую нитку очень помогает. Всем рассказываю. Говорю, Андрей Андреевич научил чудеса. Спасибо. На себе испытала Вас совет от белей в суставах. А дело металлическое кольцо на мизинец. Ноги очень помогло. Боли прошли. Сама не заметила, как примерно через 3 недели. Большое спасибо. Вот видите, оказывается выступать. Вчера нас онлайн выбило. Практики, которые вместе делали в конце, их нужно делать каждый день? Нет. Я это ставил в виде программы для того, чтобы открыть у Вас ворота жизни. Те люди, которые в дальнейшем записи и просто так будут проходить последний день, в их жизни произойдет огромное количество изменений. Все двери перед ними будут открываться. Они будут всего в жизни добиваться. Магия начнет с ними работать. По-настоящему я не зря несколько раз во время прохождения или того, когда я читал эту ступень, многократно сказал, что это начало Вашей новой жизни. Это разделит Вас до 4 ступени и после 4 ступени. Теперь пристегивайте ремни и ждите. Ваша жизнь очень изменится. Я надеюсь, Вам понравился мой вебинар по эзотерике. Хочу напомнить. Меня зовут Андрей Дуйко. Я руководитель эзотерической школы Кайлас. И хотел бы Вам сказать, что если Вам интересно заниматься эзотерикой, а также Вам интересно эзотерическое направление, которое я представляю, именно школа Кайлас, Вам необходимо подписаться на мой канал. После того, когда закончится данный вебинар, Вы должны нажать на кнопку YouTube и в YouTube подписаться на мой канал раз, и после этого нажать колокольчик, для того, чтобы участвовать в трансляциях. Очень часто я провожу трансляции сегодня. Я включаю любой из семинаров, которые есть в моей школе, а их около нескольких сотен. Такие семинары Вы можете смотреть в свободном доступе, не целиком. После того, когда они транслируются, обычно они сохраняются в YouTube, я их выключаю. Также хочу сказать, что если у Вас возникают вопросы, Вы хотите каким-то образом со мной связаться, есть вариант только связи. Единственный вариант, который на сегодняшний день есть, это связаться со мной в социальной сети в потоке.ком, зарегистрируйтесь в потоке.ком и пишите письма туда. Дело в том, что я на эти письма отвечаю, я их вижу, в поток захожу каждый день, и это дает мне возможность быстро ответить. Там мне легче написать сообщение, там нет дополнительной информации, не затягивает сама вирусная система этого Фейсбука, и мне легче это сделать. Получается, если Вы находитесь где-то в социальных сетях, и там находите мою фамилию, это не значит, что это принадлежит мне. На сегодняшний день я практически не бываю в ВКонтакте, не бываю в Одноклассниках, очень редко захожу в Фейсбук, иногда захожу в Инстаграм. В поток я захожу каждый день, поэтому если у Вас появляются вопросы, Вы можете их написать в социальной сети в потоке.ком, став моим другом, найдя мой аккаунт Андрей Дуйко. С Вами был Андрей Андреевич Дуйко, до свидания, до новых встреч в эфире.